Давайте я добавлю несколько своих слайдов в продолжение той темы, которой мы с вами сегодня занимаемся. Итак, базально-клеточный рак, высокого риска, современные подходы к лечению первичных и рецидивных опухолей. Ну, как было уже сказано, на сегодняшний день у нас есть клинические рекомендации, которые, собственно говоря, должны стать руководством к действию, к тому, чем и как мы должны руководствоваться в нашей практической деятельности, применительно к базально-клеточному раку кожи. Ну, конечно, ключевым моментом является определение степени риска рецидива последующего. И мы оцениваем эту степень риска, исходя из клинических и морфологических факторов. К высокому риску мы относим те новообразования, у которых размер больше 20 мм с локализацией туловища, конечности, более 10 мм при локализации в области щек, лба, волосистой части головы, шеи. И на сегодняшний день любой размер новообразования в области так называемой маски является показанием тому, что это высокий риск. Если еще три года назад мы говорили, что до 4 мм – это низкий риск, то на сегодняшний день любой размер новообразования в зоне маски относят к высокому риску. Такой субъективный показатель, как четкость границ. Для кого-то они будут достаточно четкие, для кого-то они будут нечеткие. Но такой фактор тоже мы должны с вами учитывать. На клинических примерах я покажу, когда мы видим четкие границы, а когда границы являются все-таки разметами. Первичная или рецидивная опухоль. Если это не первичная опухоль, она также относится к высокому риску. Иммуносупрессивные пациенты относят к высокому риску возникновения опухоли после ранее проведенной лучевой терапии по поводу данной опухоли или по поводу другого заболевания когда-то в анамнезе. Также относят к высокому степени риска. И обращу внимание, что все-таки мы должны ориентироваться не на цитологию или соскоб, а именно на гистологический вариант, морфологический тип опухоли. Если это узловой или поверхностный тип, то их относят к низкому риску, а все остальные относят к высокому типу риска. Поэтому мы в нашей практике, как правило, с частотой встречаемся с опухолями высокого риска базально-клеточной карциномы, потому что наличие любого одного признака уже заставляет нас отнести это новообразование к высокой степени риска. Конечно, когда это низкий риск туловища, в соответствии с клиническими рекомендациями мы имеем достаточно широкий арсенал тех дешевых и доступных методов лечения, которые есть у нас практически в любом кабинете. Кюритаж, электрокоагуляция, криодеструкция, топические средства, но они хороши только в тех случаях, когда низкий риск. При высоком риске клинические рекомендации российские на сегодняшний день говорят о том, что мы должны в первую очередь осуществлять хирургическое лечение с интраоперационным гистологическим контролем. И ключевым здесь является гистологический контроль именно всех краев резекции, вне зависимости от того, каким методом мы это осуществляем. То ли это будут свежезамороженные срезы методом МОСА, то, чем мы занимаемся, или это какие-то иные способы, когда проводится традиционная проводка с использованием парафиновых блоков на ускоренном гистопроцессоре, когда ответы получают в течение суток. Но, тем не менее, должна осуществляться гистологическая оценка именно всех краев резекции. Наши клинические рекомендации на сегодняшний день корреспондируются со всем тем, что мы можем встретить и в зарубежных рекомендациях, то есть когда проводится обследование, проводится биопсия, определяется степень риска. И в зависимости от того, какую степень риска мы определили, мы выбираем тот или иной метод лечения. Ну а в случаях с высоким риском, конечно же, предпочтение отдается микрографической хирургии по МОСу или другим способом хирургической резекции с проведением интраоперационно-гистологического контроля всех краев резекции. Этих методов достаточно много, я сегодня на них не буду останавливаться. Это, собственно говоря, технология вырезки материала и его гистологической оценки. Но здесь нужно сказать о следующем. Почему, собственно говоря, интероперационный гистологический контроль является наиболее предпочтительным при проведении хирургической экстезии? Да потому что мы имеем совершенно другие результаты, которые практически на порядок отличаются по своей эффективностью по сравнению с другими методами лечения. Ну вот коллеги сегодня представляли данные статистические, а еще одно из исследований, которое было опубликовано не так давно, где было показано, что микрографическая хирургия по методу МОСа при первичной опухоли дает риск рецидива не более 1%. При традиционной хирургической экстезии рецидивы возникают в 10% при первичном опухоли и до 17% при рецидивной. А если использовать электродиссекцию, кюритаж или иные разрушающие опухоль методы деструкции, то в случае с рецидивными последующий рецидив наступает в 40% случаев. Конечно же затраты, которые приходится нести системе здравоохранения на лечение рецидивных опухолей, в дальнейшем становятся значительно превалирующими по сравнению с теми затратами, которые можно было бы потратить при проведении микрографической хирургии при первичной опухоли. И здесь экономика достаточно проста, и она должна приниматься во внимание при принятии решения о том, какой метод лечения мы выбираем на начальном этапе. Но что такое микрографическая хирургия ПОМОС? Это хирургический способ удаления злокачественных новообразований кожи. В спектрах с каждым годом увеличивается. На сегодняшний день и выбухающая дерматофибросаркома, карцинома Меркеля и меланома тоже уже находят свое применение при данном виде хирургического вмешательства, который назван по имени ученого, который предложил Фредерик Эдвард Мосс. И эта технология подразумевает под собой именно интероперационный гистологический контроль, удаление всех опухолевых клеток. И важной особенностью является оценка 100% поверхности удаленной ткани. За счет этой техники удается максимально сохранить окружающие здоровые ткани, ну и в конечном итоге получить наилучший эстетический результат. Я позволю себе несколько показать вам слайд, чтобы было понятно, в чем заключается разница гистологического контроля. Та технология, которая на сегодняшний день традиционно используется при хирургическом удалении, это так называемая технология исследования БРЭДЛОВ, буханки нарезанного хлеба. Мы видим некоторую выступающую часть опухоли, или то, что мы видим на поверхности, или то, что нам доступно при дерматоскопии новообразования. Согласно рекомендациям, мы отступаем в зависимости от того, какой тип мы имеем, 4, 6 или более миллиметров от видимой границы, и осуществляем эллипсовидное иссечение с отступом от видимого края. Но, к сожалению, то распространение опухоли, которое идет в подлежащих тканям, глазом оценить невозможно. И в послеоперационном этапе, когда проводится гистологическая оценка удаленного материала, по методике БРЭДЛОВ, велика вероятность того, что между срезом, получаемым D, и срезом, получаемым E, мы не попадем в те микроскопические выросты опухолевой ткани, которые доступны для морфологического исследования. Потому что при такой методике мы можем посмотреть, что внутри, какая опухоль, но мы не можем оценить всю краевую зону. В этом случае оценке подвергается не более 1% поверхности удаленного фрагмента. Поэтому интраоперационный гистологический контроль по технологии БРЭДЛОВ это совсем не то же самое, что мы можем оценить при технологии, при микрографической хирургии по методу МОСа. Но отличие заключается в том, что эксцизия осуществляется не перпендикулярно, а под углом 45 градусов. Мы получаем такой блюдцеобразный фрагмент удаленной ткани без большого отступа от видимых границ образования. И мы исследуем не вертикальные, прошу прощения, а горизонтальные срезы после предварительной сепаровки ткани и определенной их разметки. Это позволяет интраоперационно на свежезамороженных тканях увидеть тот самый фрагмент, который мы не могли поймать при технологии БРЭДЛОВ и непосредственно во время операции осуществить доисечения именно в том направлении, куда прошел рост опухолевой ткани, который не видим невооруженным глазом. Это ключевое отличие этой технологии от всех других технологий хирургической эксцизии с интероперационным дистрологическим контролем. Это дает те самые преимущества и минимальный риск рецидива в последующем. Как это выглядит в клиническом плане? Ну вот несколько примеров, которые я хотел бы вам продемонстрировать. Первичная опухоль. Дерматоскопически мы видим с вами достаточно четкие границы. Это позволяет нам сделать минимальный отступ, получить небольшой дефект, оценить его краевую зону, в дальнейшем выполнить реконструкцию, в данном случае был выполнен белобарный лоскут, и получить отличный эстетический результат в конце, не подвергая большой эксцизии, не делая большой отступ, но это возможно только при условии интероперационного гистологического контроля всей поверхности. Следующий пример. Данная пациентка обратилась к нам уже с третьим рецидивом. У нее в анамнезе уже была лазерная вапоризация, в последующем была фотодинамическая терапия, и при осмотре мы видим у нее рубцовые изменения в области спинки носа. Вызывают они у нас какие-то опасения или нет? Но давайте посмотрим. При дерматоскопии мы видим рубцовую измененную ткань, сосудистую сетку, которая характеризует формирование рубца. А вот на 11 часах вот этот фрагмент, сейчас я вернусь, вот этот фрагмент, он говорит о том, что здесь мы видим очередной рецидив опухоли. То есть предыдущие деструктивные методы не привели к полной элиминации, и осталось какое-то новое образование. Но вот выполнена микрографическая хирургия, вы видите небольшой дефект по сравнению с тем, который мог бы быть, если бы мы отступали традиционные 6 миллиметров от видимых границ. Осуществлена реконструктивная операция, здесь под секретой треугольники бюро, скользящим лоскутом выполнена реконструкция, и мы имеем отличный эстетический результат в конце. Конечно, имея исходными данными рецидивную опухоль, третий рецидив после лазерной деструкции фотодинамики, нам нужно было бы при невозможности интероперационной оценки отступать гораздо больше, захватывать здоровые ткани, и такой хороший эстетический эффект получить было бы уже затруднительно. Следующий клинический пример. У данной пациентки история борьбы с базально-клеточным раком достаточно длительная. Неоднократно проводились различные методы воздействия. И хирургическая операция, и электродиссекция, и фотодинамическая терапия. И каждый раз что-то возникало, и каждый раз по цитологии верифицирована была базально-клеточная карцинома. При обращении к нам, что обращает на себя внимание? Ну, мы видим какие-то клинические изменения в области спинки носа. Границы в данном случае определить достаточно сложно, потому что мы видим какие-то рубцовые изменения, и мы видим какие-то клинические проявления в виде рыхлой ткани, кровянистой корочки, что наталкивает нас на мысль о рецидиве. Дерматоскопически определить четко границы не представлялось возможным. Но вот те границы, которые мы определили дерматоскопически, они отмечены зеленым маркером. Что же мы получили в дальнейшем? Первый этап эксцези микрографической хирургии помост. Отступ всего-навсего 2 мм от дерматоскопически определенных границ. Мы получили дефект, но при гистологической оценке краевой резекции мы увидели, что опухоль, несмотря на то, что здесь мы видим с вами здоровые ткани, рост был практически по всему периметру. И следующим этапом были удалены по периметру следующие 2 мм отступок, видимо, здоровой кожи. Но и там тоже оказалась опухоль. Если вы видите, что при первичной резекции дефект был небольшой, то сейчас он уже больше, и он превышает даже те 4 мм от видимых границ, с которых нам следовало бы отступить первоначально. В последующем, слой за слоем и интраоперационном гистологическом контроле сечения каждой полоски мы получили вот такой результирующий дефект. Вы видите, насколько он отличается от первого дефекта, который мы получили. И здесь, видимо, здоровая кожа, а тем не менее, при гистологическом исследовании в структурах дермы был продолженный рост. И дефект достигает уже кончика носа и крыльев носа. И только благодаря тому, что во время операции мы имели возможность получить морфологическую картину краевой резекции, нам удалось полностью убрать этот очередной рецидив, и границы резекции уже значительно больше того, что мы определяли клинически до операции. Но вот здесь показаны этапы, которые были проведены. Финальный дефект, который был получен, здесь была осуществлена пересадка свободным кожным лоскутом. И в последующем был получен вполне удовлетворительный эстетический результат. И пациентка наблюдается уже более трех лет без рецидива. Но вот и еще один пример, который можно было бы показать. Пациент не получал лечения. Первичное новообразование в течение кожи носа, в течение двух лет получал лечение у дерматолога. И границы здесь тоже не видны. И данный случай тоже является проблематичным. Какое лечение можно назначить? Вроде бы это опухоль первичная, но мы не видим ее границ. И дерматоскопически мы видим какие-то патагноманичные дерматоскопические структуры, которые характерны для базально-клеточного рака, различные сосуды, овоидные структуры. Но тем не менее мы не можем четко сказать, а где же здесь границы. Но вот после двух этапов резекции и оценки краевой зоны мы получили вот такую необычную картину дефекта в виде восьмерки. То, чего первоначально клинически мы не могли даже предположить. Здесь выполнена также реконструктивная операция, скользящий лоскут и был получен достаточно хороший клинический эффект за счет сохранения окружающих здоровых тканей. Но вот, пожалуй, наверное, все, что я хотел сказать по данному поводу. Обратить внимание коллег, что оценка краевой зоны разными методами имеет ключевое значение для понимания того, где мы находимся и сколько необходимо убирать. Ну и гарантировать нашим пациентам минимальный риск рецидива в последующем. Спасибо за внимание.